Пентруминиево наутатика рутьерли сэнд мерка такси. Воспункт. Ланой лакшнел. Доксанево варево дозы демиди евро. Либерево васигуршку неопланку доуэтажил. Поним такси. Он залезет сажик. Ашесева носит. Мне предоставьте всю информацию по именно маршруткам. По всем районам сколько. Потому что речь идет, я так понимаю, о сотнях единиц транспорта, которые заезжают каждый день. Город как такси. Вань, подождите, Вань, то есть получается, что у нас ездят сотни маршруток под документом как такси, а те, которые маршрутки по каким-то причинам не смогли себе купить такие же документы, то им нельзя ездить. То есть это те же автобусы, просто по-разному называются. Правильно я понимаю? Шикарно. Вань, никто больше так ездить не будет. Мне копии всех документов, всех, ну это что такое? Понимаю, но мне работники Кремрии выдают авторизацию на это все. Кто выдаёт им такие авторизации? Анто. Анто выдаёт. Варок-то, по коментарию дим партия, в организации, которая урепрезентация здесь, Анто или берёт сертификателы диспекарю? Адикам маршрутили, дивин таксиур, шестмай мультика транспорт публиком в Раш? Такси. Мы выбираем авторизацию. Возят 40 раз, понимаете, и так далее. Мне объяснять не надо. У меня вопрос, как в маршрутке? Да, дещину это с такси, ланиоплан. Я куму, не куму, ланиоплан кудоу. Я та же Рауцел Белс. Ла Фалеш. Получается, я тоже буду службой. Он вводил паспорт автобус. Несколько лет тому назад слово микробус изменили. Не стало такого термина. Сделали автотуризм или автобус, или автокарт. Значит, вот автотуризм входит в 9 мест. Длинный спиритер базы, который имеет 9 мест, пишется автотуризм. Все это придумали. МРЭО дает паспорт только на автотуризм. А Анто выдает документы на автотуризм только в режиме такси. Хотя есть хотя 73, которые они обязаны давать и на указанах, и то, что заказывают. Но не мы придумали микробус. Нет, нет, я понял. Но вопрос в том, что такси, это сегодня все равно должно быть как-то регламентировано. Что условно это... Там 9 мест, 9 мест, 9, 2, 2, 1,2, там 9, да, они нарушают. Они пармалички скамейки ставят. Но есть службы, которые должны за это иметь. Нет, правильно, то есть, я вас прекрасно понимаю. Я об этом же говорю. Я же тоже себе вот заказал сейчас спринтер, который будет категорией Б. Я заказал новый спринтер, но я просто там хочу шесть кресел. Ну, больше не надо. И он же, получается, уже будет не пассажирский. То есть, а можно будет ездить категория Б, это до 9, да, мест? Это туризм. А? Это все туризм. Да. В этих паспортах его можно тоже в такси. И мы... До 9 мест. Нет, я имею в виду, что в этом тоже было, по-моему, 12 или 16, я не помню. Я имею в виду спринтер. Нет, уже 12-16, он идет автобус. Правильно. Но если делаешь компоновку, если делаешь компоновку на 6 или на 8 мест... Реутилат запрещено. Переоборудование запрещено. Тем более, в 22-м году, вот многие перевозчики, которые здесь по революционным весам, лишатся автобуса, потому что будут снимать реутилат, и те, которые аргеи вручные... Которые переделаны, да? И будут чистые пассажиры. Понятно. А сейчас на данный момент, в году, из 9 сидячих мест. Я вам могу сказать... Не, хорошо. Вы поймите, меня беспокоит другой вопрос. Не как они называются. Просто из-за того, что это называется такси, получается, что сотни единиц транспорта ездят сегодня через весь город. Да. Которые реально приезжают... На центральной стене. Еще раз. Которые реально приезжают откуда? Вот эти... А зачем мы тогда запрещаем каким-то единицам транспорта, если все только по другим названиям ездят через весь город? Тогда мы должны запрещать эти, которые на фабрику, это, Драксельмайр. Не, не, при чем тут Драксельмайр? Мы говорим про транспорт из других районов, которые ездят через Драксельмайр. Тогда получается, что все таксисты надо запрещать? Я вам укрытка. Ну, Мерджи Борбат, таксист дома, Мерджи Борбат. Не важно, называется он такси или не такси. Важно, что из-за названия такси они едут через весь город. Я, блядик, я, не еду для вашей партии. Великого Алтона. Разогреть здесь нельзя. У них в отношении по штангу. А? Падет, паспорт, не надо, как туризм. Он и режиме такси. А в режиме такси он не имеет права на черту на куличке ехать. Правильно. Я понимаю. То есть это просто, на русском языке это называется схема.